Всем привет! В предыдущих частях рассказа я поднялся к ретранслятору на горе Сирх, на полноприводном автодоме Mercedes Sprinter по очень непростой, но красивой дорожке. Добрые люди на внедорожниках сказали, что раз уж маршрутка оселила столь сложный подъем, то дорога к поляне Эммануэля будет для буса просто легкой прогулкой. Прогноз погоды обещал затяжную грозу после обеда, но я все же решил попробовать спуститься к поляне. Живем, как говорится, один раз, надо пробовать. Эльбрус в облаках. Очень красиво и погода отличная сегодня. Вот по этой дороге я только что спустился. Вон он бусик стоит припаркованный. Ну а вот там вот я сегодня ночевал. Сидит, думает, что его не видно. Их тут тысячи. Идешь, они вообще тебя не боятся. Ой, что-то он столько не туда поехал. Вот где-то здесь, в этой промоине, совсем недавно лежал УАЗ Патриот. Мне вчера фотографию показывали. Ой-ой-ой. Что-то он не то делает, мне кажется. Ух ты, блин. Страшно. Примерно в 10 утра местные жители по каким-то неведомым мне причинам начали покидать это место. Должно быть, они посмотрели прогноз погоды. О, да. О, да. О, да. О, да. О, да. заехал, а не заехал давай-давай-давай давай-давай ура конечно так меня не видно надо на задние лапки встать еще один бесстрашный метров пять сейчас до него ненавижу этот знак вот здесь вот раньше был пешеходный мостик через реку но его тоже недавно смыло поэтому если пешком то только вброд теперь дошел докуда смог дойти дальше дорога заканчивается вброд через речку я не пойду конечно возвращаемся домой маршруточка дорога не простая вот и спустилась мне кажется очень немногие маршрутки сюда забирались теперь остается выбраться обратно на асфальт планирую аккуратненько заехать вот на тот дальний уступ и там попить кофейку погода потихоньку начинает портиться в принципе как и обещал прогноз точек все больше и больше вот она пешеходная дорожка ведущая на Джилы Су и вот с этого поворота дороги там где много огромных камней вот виднеется неприметная тропинка думаю что она ведет к водопаду вот он скорее всего Калинов мост дорожка туда просто какая-то жесть не полететь бы с фотоаппаратами вместе спустился не может не радовать получается река проходит под землей вот под этим местом и вот это вот Калинов мост ух ты просто дух захватывает обалдеть я когда смотрю вот так вот через фотоаппарат у меня голова кружится блин дождь начал накапывать потихоньку порад сюда сваливать вроде столько дней уже на высоте а все равно лютая жизнь какая-то иду аж в глазах темно блин вот это плохо очень плохо сзади там громыхает уже никакого кофе поехали отсюда ох сколько пулейки стадо пошло отлично поехали ну вот вот самая веселая дорожка вот здесь бы мне проехать остальное должно быть полегче быть сходил называется посмотрел водопад И вот я подъехал к самому неприятному месту, крупные промоины здесь с обеих сторон. Разумеется, именно в этом месте бус решил заглохнуть. Тяжелый фургон балансирует в воздухе двумя колесами, а из-за того, что подъем очень крутой, тронуться с места не получалось. При попытке откатиться назад для разгона левая сторона начала сваливаться в промоину. Блин, лев прямой, ну что ли, свалился, ага, тормоза вообще не держит. О, босс, молодец. Самый плохой кусок я проехал. Надеюсь, там нефиг его знает, там, по-моему, еще были желтые места. И вновь в безобидном с виду месте машина висит в воздухе двумя колесами. А, на автомате вот тут, блин, вообще бы легко бы пошел. Как-то мне спускаться было сильно проще. Еще думал, на обратном пути с дрона поснимаю, как он в гору едет. Ага. Это здорово, да. Надеюсь, этот дождик мило сейчас пройдет. Надеюсь, этот дождик мило сейчас пройдет. Такой вот тут вот сложно еще высоко. Впереди меня ждал очень крутой резкий поворот, в который на длинной машине тяжело заехать с первого раза. Ой-ой-ой-ой. Неприятная промоина с сильным боковым уклоном. Самое то для высокой трехметровой маршрутки. Ой-ой-ой. Ну все, дальше дорога не грунтовая, а каменистая. Должно пойти попроще. Ой, вот этот чем я вообще даже не помню. Тут ненавижу ездить газ в пол, но иногда приходится, потому что вот в такие подъемы по-другому никак. О, как же здорово выбираться с перевала в дождь. Опа. Давай-давай, бус. Давай. Не остановляйся. Ох-ох-ох. Спускаться было проще. Сколько там расход? 85 литров. Все окей, дамы и господа. Просто немножко переволновался. Так, вот он. Расход средний. 55,5 литров. Это съездило туда-обратно с ретранслятора. 14 минут. Ровно столько времени мне понадобилось, чтобы доехать с поляна Эммануэля до ретранслятора. У страха глаза великие, как говорится. Так, теперь я хочу кофе, но вообще от водки бы тоже не отказался. Бус большой, молодец. Сейчас разверну машину, поставлю поровнее и попью кофейку. Вот теперь сцеплением у меня пованивает. Припарковался с другой стороны. О, ну а вот он. Вид сбоку. Вот оттуда я только что приехал, поставив свой личный рекорд скорости подъема. Ну и вон что вдалеке творится со стороны Кисловодска. Как и обещали, идут дожди. Обалдеть, тут аншлаг сегодня. Кстати, что-то у них у всех капоты открыты. Не сломались, я надеюсь. Картина называется «Здесь ловит интернет». Сейчас чайку попьем. Смотрите, какая низкая облачность сейчас после обеда. Похоже, погода портится. Лопаю вкусные бутеры, пью чай, обрабатывая снятый материал. Только посмотрите, что там творится. Облака проплывают. Стою выше облаков, и вот они образуются, летят в реальном времени. Только что тут было ясно, как тут красиво, как погода переменилась сильно. Все затянуло. Тучи идут. Очень быстро двигаются. Прям накрывает за секунды. Приехал мужчина, говорит, сейчас если дождь пойдет, отсюда 2-3 дня не выйдешь, пока не просохнет. Поэтому не буду рисковать, буду спускаться, наверное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 встал началась гроза отказалась работать печка вы конечно не поверите но стоило мне отъехать от того места где стоял примерно на километр просто включил печку она тут же заработала с первого раза вот высота на тоже не маленькая 2 380 метров значит что-то не так было именно в этом месте и теперь надо где-то искать место ночевки дикий кайф ночь горы серпантины неизвестно где ночевать все как я люблю одно из моих главных правил находить место ночевки до заката и вставать лагерем по светлу вот бывают иногда такие дни я их называю нескончаемыми это вот вроде бы вроде бы когда уже вот все что могло произойти произошло его ты думаешь но сейчас вечер но сейчас все день закончился а он не закончился он только начинает преподносить сюрпризы как вам и дворники даже особо не справляются а еще спуске серпантины серпантины впереди принц трем начата надо спускаться вот нашел какой-то непонятный съезд не открытый шлагбаум сейчас может попробую вот сюда вот смотреть что тут ладно поехали может я здесь что-то найду дорога или что вообще так вроде бы дорога любой маленький холмик встать развернуться мордой вниз и и все я был бы счастлив да хотел приключений получил приключения вообще не знаю где я как мне отсюда разворачиваться тут рядом сейчас бахнуло так что машина задрожала и главное вообще непонятно в низинке я или наверху наверно наверху судя потому что молния в землю ударила так пониженно выключите я вообще ничего не вижу вообще вообще денек обалденный просто обалденнейший денек хорошо что люди придумали навигацию я хотя бы вижу какую сторону дорога поворачивает насколько я помню где-то там было пара строительных карманов вдоль дороги они такие прям как вырублены в скале были вот до туда бы хотя бы доехать там в принципе и молния не ударит зачем я вообще сюда поперся вернулся просто на поляну казамату стал бы там спокойно чего сейчас мне делать съезд ну вот как раз один из этих карманов строительных там не вообще вот здесь походу придется ночевать возле дороги сюда заедут вообще вот дальше дороги нет ходу буду ночевать болоте это какой-то трэш вообще лютый у меня таких дней еще не было собаки ну выход не скулить а мы же гуляли сегодня слышите град вон она дорога вот так я еще никогда не ночевал никогда все надоело надоело все финиш что я сейчас наверное просто лягу в кровать и уснул после сегодняшнего долгого и насыщенного дня ой блин все спокойной ночи